Здравствуйте! Израильтяне, по милости Господа Бога, вышли из Египта. В Египте река Нил течет с юга на север. От африканского континента начинается река Нил и доходит до Египта. Из-за того, что есть песок, и песок, он тяжелее, чем вода, и поэтому падает вниз. А в Ниле там есть песок, который легче, чем вода. И там есть и гнилые деревья, и листья. И они намного легче, чем вода. И они идут вместе с водою. Песок садится вниз. Они собираются в одном месте и начинают заграждать реку. Их становится все больше и больше, и постепенно даже дно реки начинает закрываться. И сверху собирается еще песок. Все больше и больше собирается. И вода уже не может течь. Обычно вода приходит к устью, истекается в море. А в реке Ниле такая особенность, что из-за того, что путь реки заграждается, начинает делиться в стороны. И там, говорят, очень плодородная почва. И одной из самых плодородных мест была земля Гасем. В Египте пришел Йосиф, который стал правителем. И когда семь лет было у Рожа, и потом семь лет был голод, Йосиф позвал всю свою семью в Египет. И израильтяне жили в самой плодородной земле Гасем, которая находится в треугольнике реки Нил. И там они прожили 430 лет. И царь, который не знал Египта, воцарился в Египте. Может быть, он не изучал историю. Он начал устраивать гонения против потомков Йосифа, который спас его. И в 1471 году до нашей эры израильтяне вышли из Египта. Конечно, даты нет в Библии. Но в истории Египта написано, что это был 1491 год до нашей эры. Извините, 1471 год до нашей эры. Я немножко ошибся. То есть, примерно 1500 лет до рождения Иисуса Христа. И израильтяне вышли из Египта и прошли через Черное море. Когда они пришли через Черное море, они пришли к месту. Пришли к месту, которое называется Синайский полуостров. Когда они дошли до Синайского полуострова, Господь Бог призвал Моисея. И говорит, взойдите на Синай. И на горе Синай Господь Бог говорит израильскому народу. Я вам дам закон. Я вчера вечером вам, по-моему, говорил, да? Если вы исполните Мой завет, вы получите благословение и при входе, и при выходе. И наоборот, если вы не исполните закон, Бог сказал, что вы получите проклятие. Израильтяне сказали, мы все исполним. И Господь Бог на двух каменных скришелях написал десять заповедей. Не делай иных богов. Не делай себе кумиров. Не приноси имя Господне напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца и мать твою. Не убивай, не преребодействуй, не укради, не приноси ложных свидетельств, не желай. Бог дал десять заповедей. И когда пришла эта скрижаля, что произошло, скажите? Моисей сорок дней находился на горе Синей, и от него не было никаких вестей. Люди, которые у горы ждут Моисея, думают, вот в горе нет ни воды, ни пищи. Как он может там прожить сорок дней? Никто не знает, что произошло с Моисеем. Наверное, он умер, потому что его нет сорок дней. Давайте сделаем Бога, который будет вести нас. И Арон приказал принести золотые украшения, которые были у израильтян. И из золота сделали из золотого тельца. И сказали, что это есть Бог, который вывел вас из Египта. А Арон нуждался в том, что может объединить сердца израильтян. И хотя их вывел из Египта Бог, но они сделали золотого тельца. И Моисей думе с крижалем и на руках спускался с горы. Потом видит, что израильтян сделают золотого тельца и танцуют, радуются этим. И Моисей взял две камни с крижалей и просто разбил их. Для того, чтобы победить грех, нам нужен закон. Например, в Корее в парламенте сделают закон. Все законы выпускаются там. Допустим, автомобиль едет по скоростной дороге. И там есть ограничение в скорости 100 км в час. Есть места, где можно набирать скорость до 110 км в час. Но некоторые молодые люди набирают скорость до 150, до 160. Там, где нет закона, даже если вы будете ехать со скоростью 1000 км в час, или 10 000 км в час, не будет никаких нарушений. Но если и формируется закон, если мы нарушаем закон, тогда это превращается в грех. До того, как пришли 10 заповедей, даже если они не слушают Господа Богу, нет никаких проблем. Но израильтян по обещанию, что они будут исполнять слово Господа. И нарушив свое слово, что они сделали, они сделали себе золотого тельца. Бог сказал, не делайте иных богов. Не служите кумирам. Они нарушили первые два закона. Поэтому Моисей был вынужден разбить эти каменные скрижали. Потому что пока есть закон, те люди, которые совершили преступление, должны погибнуть. В тот день погибло 3000 человек за то, что они сделали золотого тельца. Когда пришли 10 заповедей, начались проклятия у израильтян. Если ты обманываешь, это становится грехом. Если ты осуждаешь, тоже будет грехом. Если ворожь становится грехом. Если ты прелюбодишься, тоже становится грех. И все, много-много грехов они совершали и совершали. И поэтому они должны были получить проклятие за проклятием. Но, чему же мы должны сегодня научиться? Как мы должны относиться к 10 заповедям? Вот что важно. Смотрите, есть ковчег, который Бог сказал сделать в Скинии. И делает крышку этого ковчега. И крышкой ковчега закрывает ковчег Откровения. И два херуима должны крыльями своими закрывать крышку ковчега. Давайте посмотрим на изображение. Эта картина относительно по Библии. Некоторые картины. В некоторых картинах мы можем видеть, как ангелы стоят. Но это не совсем правильно. А это относительно по Библии сделано. Видите, у них крылья немножко предподняты, правильно? Но, насколько мне известно, крылья, они должны вот закрывать крышку. В книге Исход, 25 главе, здесь есть следующее слово. 25 глава, 10 стих. Сделай ковчег из дерева сетем. Длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. Я вложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец. И выли для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех концах нижних угла его два кольца на одной стороне, и два конца на другой стороне его. Сделай из дерева сетем шестый, и обложи их золотом. И вложи шестые кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. Кольца ковчега должны быть чистые и не должны отниматься от него. Затем, что написано в 16 стихе? И положи в ковчег откровение, откровение, которое я дам тебе. Откровение это символизирует две каменные скрешали, в которых Бог написал заповеди. 17 стих. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. Что значит, да, эта крышка? Место прощения в других переводах. И нужно крышку сделать из чистого золота. И нужно, чтобы хирургами крыльями закрывали крышку ковчега. Другими словами, вот чем на изображении, нужно, чтобы крышки были ближе к крышке. Почему же хирургами закрывают крыльями ковчег? Чтобы никто не открыл крышку. Понимаете это? Почему же написано, чтобы не открывали крышку? Бог говорит, чтобы никто не смотрел на десять заповедей. Послушайте внимательно. Вот в Корее есть сборник гимнов. И в Библии впереди есть молитва «Очий наш» и апостольские символы веры. А в конце есть десять заповедей. У вас тоже так? В основном у всех так, верно? Давайте поговорим. Есть молитва «Очий наш». Говорит, что это молитва Господня. Нам нужно точно знать о молитве «Очий наш». Когда я ходил в пресс-викторианскую церковь, говорили, что вот, мы споем третий гимн и закончим молитву молитвой «Очий наш». И говорят, что эту молитву научил нам Господь. Но если вы посмотрите Евангелие от Матфея, мы можем увидеть, что молитва «Очий наш» немножко отличается от воли Господа Бога. Что сказал Господь Бог, говоря о молитве «Очий наш»? Бог сказал, не нужно многословить во время молитвы. Он не хотел, чтобы мы так молились. Иисус говорил о том, что нехорошо молиться многословием. Да, конечно, мы можем молиться ночью, ночи напролет. Многие люди говорят многословием для того, чтобы говорить то, даже чего нет на душе. И они думают, что говоря много, Бог услышит их лучше. Но Бог говорит, не надо говорить лишнего. И говорит, молитесь так. Это значит, нужно молиться таким способом, таким образом. Но Он не говорил, чтобы мы изубрили эту молитву. Да, говорят, «Очий наш, сущий на небесах» и так далее. Они молятся. «Очий наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». И они говорят эту молитву. «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Дай нам пищу. Но, послушайте, когда у нас много хлеба, и просим, дай нам хлеба». Это разве истинная молитва? Богу не нравится это. Ему не нравится формальная молитва. Молитва, в которой нет души. Это то, что Боже всего Господь ненавидит. Когда у меня нет пищи, да, мы молимся, хлеб нам на сущий дайна. «Прости нам наши долги, как мы прощаем должникам нашим». Ну, а какие вы долги простили вашим должникам, скажите? И просите, чтобы Бог простил вам долги? Библия говорит нам, не нужно говорить лишнего. И говорит, чтобы мы говорили очень просто. И для этого Бог показал пример. Бог, Иисус не сказал, что мы изубрили молитву очень наш. Там написано, молитесь так. Когда мы просто озубрим, независимо, есть хлеб, нет? Мы говорим, «Хлем нам на сущий подавай, прости долги наши, или исполнится воля Твоя, как на небе, как на земле». Что это значит? «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Что эти слова значат? Воля Бога заключается в том, чтобы Иисус Христос умер на кресте и очистил наши грехи. Иисус говорил об этом, потому что Иисус еще не умер на кресте, и поэтому Он говорил эти слова. Что еще важнее? Здесь есть слова «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Это значит, что Иисус просил, чтобы как Бог предупредил очистить грех через смерть Иисуса, так сбылось. И Иисус действительно умер на кресте. И Иисус говорит «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Бог не хочет, чтобы мы молились словами, которых нет в нашем сердце. Подумайте. А в Библии есть человек по имени Ламек. Он родил сыновей. Первый сын. Второй сын. И родил троих. Первый сын. Он занимался земледелием. Второй сын. Он играл на гуслях. А третий сын. Он сделал оружие острое. Когда родился старший сын, родители становились старше, стареть, и хотел воспитать своих младших братьев. Поэтому он должен был заниматься земледелием. Да, нужно сделать молоко. Нужно дать одежду. Нужно делать шатры. Нужно было сделать одежду. Знаете, почему второй сын играл на инструментах? Старший сын, он же кормит их. Поэтому он сделал гусли и свирели, чтобы веселиться. А почему третий сын сделал острое оружие? Да, теперь можно питаться хорошо. А младший брат сделал много инструментов музыкальных. И он стал кузнецом, который делает оружие из меди и стяжелается. И Библия очень подробно описывается, как перетекает сердце человека. Господь Бог дал нам закон, который называется «Десять заповедей». И причина, по которой Господь Бог дал закон, чтобы получить прощение грехов, нужно, чтобы мы узнали, что такое грех. Для того, чтобы познать, что такое грех, Бог дал нам закон. И если мы... Есть закон «Не преребодействуй», тогда преребодействуй становится грехом. Если появляется закон, который говорит «Не воруй». Иными словами, не закон сначала появился. Люди начали воровать, поэтому Бог дал закон, который говорит «Не воруй». Из-за того, что люди начали обманывать, поэтому Бог дал закон, который «Не обманывай». Из-за того, что люди преребодействовали, Бог дал закон, который «Не преребодействуй». И этот закон дан для того, чтобы мы познали свой грех. Если нет закона, тогда даже согрешая, люди не будут понимать, что они согрешили. И даже если они согрешили, если нет закона, они и познают, что они грешники. Поэтому причина, по которой Бог дал нам закон, причина, по которой Бог дал 10 заповедей, была не для того, чтобы мы стали счастливыми, исполняя закон. Он сделал, чтобы когда пришел закон, мы познали, что мы грешники. Когда мы признаем, что мы грешники, и чтобы мы через это пришли к Иисусу Христу. Вот для чего Бог дал закон. Знаете, что важно? Люди согрешили. И когда они согрешили, проклятие пришло к ним. Но Бог не хотел, чтобы люди смотрели на 10 заповедей. Бог не хотел иметь отношения с людьми через закон. Он хотел любовью, через сердце относиться к людям. А закон — это 10 заповедей, которые дают проклятие. Ты должен погибнуть. И поэтому Бог заключает 10 заповедей в ковчег. И потом сверху кладут крышку. И крышка называется иными словами «место прощения». На еврейском называется «место прощения». На английском «mercy seat». А что значит «mercy seat»? Место милости. Верно? Место, в котором мы получаем благодать Божию. Почему же крышка становится местом милости, местом прощения грехов? В первую очередь, Господь он закрыл крышкой 10 заповедей и говорит «не смотрите». Он говорит «не надо смотреть». Забудьте про 10 заповедей. Надо познать, что ты грешник. Понимаете это? Бог сделал, чтобы мы не смотрели на то, что там находится. Для того, чтобы мы не смотрели, что там находится. Ангелы закрыли крыльями крышку. Говорят «не открывайте!» Нельзя открывать. Был пророк Илли. Он был очень злым служителем. Потому что он не воспитал следующих служителей. Он пославил только своих сыновей, Офни и Финьес, служителями. Офни и Финьес, будучи священниками. Мы можем видеть, что они в Скини совершили множество грехов. Были служатели, которые работали у Скини. И мы можем видеть, что они ходили к ним. И потом, когда приносили жертву мясо, тогда мы можем видеть, что они отбирали это мясо. Хотя сыновья Илли тоже были служителями, они были злыми перед Богом. Будучи пастором, если мы не принимаем сердце Бога, служить может стать высокомерным, может стать злым. И вполне ей душа может стать гуртой. Когда израильяне воевали с филисимлянами, они не могли победить филисимлян. И тогда что они привезли? Они принесли ковчег на место сражения. И когда принесли ковчег, тогда израильяне обрадовались за кричание. Ура! Филисимляне испугались. Почему же они так кричат? И казалось, что ковчег пришел туда. И филисимляне начали бояться. Мы слышали, что это страшный Бог. Он уничтожил Египет. Но давайте, рискуя своей жизнью, будем сражаться. Иначе мы станем рабами израильтянам. Сражаясь. Сыновья Илли погибли. И также отобрали ковчег Божий. Очень было грустно. Перестемляли, держали ковчег 7 месяцев. Но куда бы ни принесли ковчег Божий, было проклятие. И тогда решили вернуть израильтянам этот ковчег. И что сделал неправильно священник Илли? Он ведь поставил служителями только своих сыновей. Поэтому не было другого священника. И когда пришел ковчег, люди не знали, как нужно встретить ковчег Божий. И жители посмотрели, что же там находится. Давайте посмотрим, что внутри. И открыли крышку ковчега. Если посмотреть Первое царство, есть такое слово. А давайте посмотрим Первое царство. 6 глава. 19 стих. И поразил он жителей Вивсей Мисса за то, что они заглядывали в ковчег Господа и убил из народа 50 тысяч 70 человек. И заплакал народ, и попоразил Господь народ поражением великим. Господь Ему не угодно, чтобы мы наизусть запоминали 10 заповедей. Если бы Ему было это угодно, Он бы смотрел, чтобы каждый день мы смотрели, что в ковчеге. Если Бог будет править нас законом, мы все должны получить проклятие и погибнуть. Поэтому не 10 заповедей. Бог дал нам новый закон. И мы должны знать об этом. 10 заповедей — это закон греха и смерти. Иеремия 37, В Иеремии 31 главе 31 стихе написано, «Так говорит Господь». Вот наступает книга, говорит Господь, когда я закрою с домом Израиля и с домом Юды, Новый Завет. Почему же Бог ставит Новый Завет? Первый Завет — это 10 заповедей. Если мы исполняем, получаем благословение. Если нарушаем, становимся проклятыми. Надо было сказать, «Господь, мы не сможем исполнить заповедь, пожалуйста, не надо давать закон». Но они сказали, «Мы все исполним». И поскольку они пообещали друг другу, Бог дал Завет. И это называется Первым Заветом. «Ирик Ковчег, да?» Бог не хотел, чтобы мы смотрели на 10 заповедей. Потому что обнаруживается наш грех. Наши отношения с Господом только худшатся. Мы познаем свой грех. И должны прийти к крови Иисуса. И получить прощение греха. Вот какой путь Бог приготовил. Бог сделал, чтобы мы не смотрели на 10 заповедей. И закрыл крышкой. Эта крышка была дана, чтобы мы не смотрели на 10 заповедей. Понимаете? Поэтому это место называется место «Мерси-сит». Почему? Потому что на крышке мы получаем милость. Крышка дает нам благодать. Закроем крышку и будем общаться. Я не хочу общаться с людьми через 10 заповедей. Потому что люди будут совершать только грех за грехом. И тогда нужно будет давать только проклятие. А я не хочу давать проклятие. Господь дал нам Новый Завет. Что-то же все значит. В Иеремии 31, главе 31, стихе, как написано. Так говорит Господь. Вот наступает дни, когда я заключил с домом Израиля, с домом Юды, Новый Завет. Не такой Завет. В 32, стихе написано. Так говорит Господь. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти из земли Египетской. Тот Завет мой, они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Десять заповедей. Говори, если ты исполнишь, получаешь благословие. Если нарушаешь, получаешь проклятие. Но все нарушили. И по этому закону они должны были получить только проклятие. Но наш Господь, Он дает нам Новый Завет, не десять заповедей. В чем же заключается Новый Завет? Еремя 31, глава 31, стих. Так говорит Господь. Вот наступает дни, как говорит Господь, когда заключил с домом Израиля, с домом Юды, Новый Завет. Так говорит Господь. Не такой Завет. Какой я заключался с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их с земли из Египетской. Тот Завет мой, они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Господь Бог дал десять заповедей, когда израильтяне вышли из Египта. Но они каждый день нарушали закон, поэтому Бог уже не может им действовать. И поскольку по этому закону он должен давать только проклятие, поэтому говорит, что наступают дни, когда я заключу Новый Завет. Посмотрите, тридцать третий стих. Тридцать третий стих. Но вот Завет, который я заключил с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их сердца, их напишу его и буду им Богом, они будут моим народом. И важен тридцать четвертый стих. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить, «Познай Господа». Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потом следующее. «Потому что я прошу беззакония, их и грехов их уже не воспомяну более». Первый закон. Если мы нарушаем закон, получаем проклятие, если исполняем, получаем благословение. Но второй закон. По первому закону мы получаем благословение или проклятие в зависимости от того, что мы сделали. Но поскольку этот закон мы уже нарушили, мы должны были получить только проклятие. Но Бог говорит, «Я дам Новый Завет». И этот Новый Завет говорит, «Я прошу беззакония, их и грехов их уже не воспомяну более». Так сказал Господь. По первому закону ты получаешь проклятие, если ты сделал плохо, а если хорошо получаешь благословение. Но по первому Завету мы должны получить только проклятие. Однако Бог заключает с нами Новый Завет, в котором говорит, «Я прошу беззакония, их и грехов их уже не воспоминал более». Так говорит Господь. В первом законе мы получаем проклятие, если мы сделали плохо. А во втором законе, независимо от того, что мы сделали, мы получаем благословение, потому что Господь Бог действует. Вот такой Завет, Он заключил с нами. Но знаете, из-за чего грустно? Многие люди они хорошо знают закон греха и смерти, но никто не знает Второй Завет. Поэтому мы можем находиться только под грехом. Если мы внимательно посмотрим Писание, Евангелие Теона 8 главе была женщина, взятая при Бодиане. Ее поймали во время прелюбодиания. Книжники-фарисеи схватили ее и привели к Иисусу. По закону Моисея. Такую женщину нужно побивать камнями. Ты что скажешь? Иисус писал перстон на земле. Почему? Первый закон Бог написал перстон. Где? На каменной скрижали. Писание написано, что на скрижали Бог написал перстон. И второй закон Иисус, который является Богом, написал на земле. Земля символизирует наше сердце. И Он заключает новый завет в нашем сердце. Что это за завет такой? Я прошу беззакония их. И грехов их уже не воспоминал более. Говорит Господь. Женщина была взятая во время прелюбодиания. Если ее судить по закону Моисея, ее должны были побить камнями. Ниженки фарисеи привели эту женщину. Они сказали, учите, эта женщина взятая в прелюбодиание. Моисей заповедал таких побивать камнями. Ты что скажешь? Как надо сказать? Сначала нужен закон. И первый закон был создан. И по первому закону она прелюбодействовала. А второй закон говорит, я прошу беззакония их. И грехов их уже не воспоминал более. И этот завет Бог заключил с нами. Иисус писал перстом на земле. Он писал дважды. И первый закон написал дважды. Один раз Он написал, Но Моисея разбил скрыжали, поэтому Бог написал дважды. И поэтому второй завет Он написал дважды. Книжники сказали, эта женщина взята во время прелюбодиания. Моисей заповедал таких побивать камнями. Ты что скажешь? И тогда Бог пишет Новый Завет. Он написал Новый Завет. Я прошу беззакония их. Грехов их уже не воспоминал более. Появился Новый Завет. По первому закону мы все должны получить проклятие. Поэтому Он написал Новый Завет. И для того, чтобы спасли женщину, из этой прелюбодиания. Поскольку Моисей сказал побивать таких камнями, ее должны были побить камнями. Если судить ее по закону Моисея, ее должны убить. Однако Бог написал Новый Завет. Я прошу беззакония их. Грехов их не воспоминал более. Говорит Господь. И через Иисуса был написан Новый Завет. И Иисус говорит теперь через Новый Завет. Иисус сказал, «И Я не осуждаю тебя. Иди впредь, не греши». Как же это удивительно. Есть два завета. Бог говорит, «Не забывайте закон». Но смотрите теперь также на Новый Завет. Господь говорит, «Я прошу беззакония их. И грехов их не воспоминал более». Бог послал нам Новый Завет. И для этого Иисус умер на кресте. «И очистил наш грех белее снега». Что нам нужно сделать? Надо просто поверить, что наши грехи, а мы-то белее снега на Христе. И сейчас, если мы будем следовать за Законом, мы получим проклятие. «Ну, Господь, я не люблю Закон. Нужен Новый Завет». Так говорит Господь. «Я прошу беззакония их. И грехов их уже не воспоминал более». И ради этого закона Иисус умер на кресте. И получил все наказания вместе нас на кресте. А также простил все наши грехи. Аминь. Аминь. Он очистил наши грехи белее снега. Но знаете, из-за чего нам грустно? Сегодня многие люди молятся и говорят, «Господь, прости, я грешник». Как многие говорят об этом? Они не верят в Писание. Я прошу беззакония их. И грехов их уже не воспоминал более. Это удивительное дело. Я согрешил. Поэтому я грешник. Но что говорит Бог? Нет, твои грехи омыты. Когда Иисус умирал на кресте, Он получил все наказание из-за тебя. У тебя не осталось греха. Две мысли борются. Бог говорит, «Ты праведник». «Ты свят». «Ты оправдан». А вторая Голос говорит, «Нет, я грешник». Тогда не будет конца такой борьбы. Но однажды человек верит в Слово Бога. «Да, я согрешил». «Я грешник». «Хотя я злой». Но если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Бог сказал, что я оправдан. Разве Бог сказал, «Не знаешь, что я согрешил?» Разве он говорит, что я оправдан, хотя я не знаю, что я согрешил? Разве он не знает обо мне? Да я много обманывал, много согрешил. Но наказание мое закончилось на кресте Иисуса Христа. И в глазах Бога я совершенный. Сатан говорит, нет, ты грешник, ты же согрешил. Сегодня много людей слушают голос Сатаны. И хотя Иисус очистил, многие люди называют себя грешником. В Посланнике Евреям 10 главе 14 стихе написано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Да, мы согрешили. Мы грешим, поэтому называем себя грешником. Но слово говорит иначе. «Одним приношением навсегда сделал совершенными». Об этом начинается говорить с Евреям 9 главы. Написано, «Но Христос, будучи первосвященными, придяя с большей совершением скинью, нерукотворенной, то есть не такового устроения. Есть скинья, которая с Царством Небесным. И по образу Небесной скиньи Соломон сделал на земле скинью». Мир — это мир времени. Поэтому, когда очищают грех на земле, грех очищается только от того момента. Даже если мы получаем прощение грехов, если снова согрешим, мы становимся грешниками. И в Ветхом Завете приносили жертву за жертвой. Но Иисус, когда Он был распят на кресте, Свою кровь Он не помазал на жертвенке земном. Он вошел в Царство Небесное и помазал Свою кровь там. И об этом начинается говориться с 9 главы 11 стиха. «Но Христос, при расширении будущих благ, придя с большей совершеннейшей скиньей, нерукотворенной, то есть не такового устроения». Это скинья, которая в Царством Небесном. Скинья, которая на земле сделана руками человека. А скинья Небесная сделана не рукою. И с этой скиньею. 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью». Что написано еще? «Приобрел вечное искупление». Однажды вошел во святилище. Царством Небесным все вечное. «В этом теле мы не сможем войти в Царство Небесное. Нужно поменять тело на новое, которое не тленное. И там будет все вечным. Он очищает грех навсегда. И хотя Иисус умер на кресте, Он взял Свою кровь и вошел в Небесную скиньею». Посмотрите к Евреям 10 главу 10 стих. Что же написано там? «По всей этой воле освящены мы их единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякие священники ежедневно стоят в служении и многократно приносят одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Это жертва земная. Она может очистить грех только того момента, а не навсегда. 12 стих. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесною Бога. Иисус совершил вечное искупление. Он навсегда очистил наш грех. Небесной скинье, в вечном мире Он помазал Свою кровь. Он же, принеся одну жертву за грехи, ожидаем за тем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. 14 стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Через смерть одного Иисуса. 15 стих. А все свидетельствует нам и Дух Святой. 16 стих. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои сердца, и мысли их, напишу их. 17 стих. И грехов их, и беззаконие их не воспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. И Господь не хочет, чтобы мы смотрели на 10 заповедей. И в Кремле нам в 8 главе 1 стихе написано. Итак, нет никакого осушения тем, которое во Христе Иисусе. Потому что закон Духа и Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти — это 10 заповедей. Закон Моисея делает нас грешниками и убивает нас. Но закон жизни — это тот закон, который Иисус Христос написал на земле перстом. И этот закон дает нам не по нашим заслугам, а по заслугам Иисуса. В детстве, весной и осенью, мы проводили спортивные игры. Дети очень усердно бегали. Однажды нужно было бежать с отцом. И отец бежит вместе с сыном. Но, естественно, сын бежит медленнее, чем отец. Тогда отец обнял сына и побежал, и занял первое место. Это сделал не сын, а сделал отец. Верно. В первом законе мы получаем благословение и проклятие по нашим заслугам. А во втором законе мы получаем благословение и проклятие по заслугам Иисуса. То, что Иисус умер на кресте, становится нашим. И тогда наши грехи были омыты. И мы верим в это. Аминь. Написано, что Иисус навсегда очистил наши грехи. И по санки евреям говорит нам об этом. Когда Иисус умирал на кресте. Он навсегда очистил наш грех. Все наши грехи были покончены. Теперь у нас не осталось греха. Иисус получил все наказание за нас. И Он оправдал и осветил нас. Аминь. Давайте будем верить в крест Иисуса Христа. Он искупил нас от греха. Аллилуйя, я славлю Господа. Давайте помолимся. Отлично. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok